Давайте вместе со мной откроем первую главу Иисуса Навина. Что мы видим там? Что мы видим в этой главе? Интересно ваше. Что вам больше всего так, оно... Ну, то, что общение идет с Богом, Богом с Иисусом Навином. И представление на том, что Бог там трижды говорится об одном месте. Чтобы Бог был твердым и мужественным, твердым и мужественным, твердым и мужественным. И когда, и другими словами, когда Бог говорит к человеку, тот воспринимает нормально, и потом производит какие-то действия, то его называют как? Пророком. Пророком. Или нет? Да. Вот. А первый, как бы, первый такой вот, мы называем, пазл такой, головоломку первой. Почему мы начинаем вот с Иисуса Навина? Где Господь ему открывается уже как более человеку, не просто лидером еврейского народа, а тот, кто будет слышать слово от Господа и следовать повелению от Бога. Что он пытается, Бог сказать ему о том, чтобы он был мужествен, да? Чтобы он был, как бы, послушен. И вот этот момент, мы понимаем, что Иисус Навин, Он подчиняет себя водительству от Бога. И это водительство приносит благословение. После того, как Моисей, раб Господень, умер, Господь сказал его помощнику, Моисей мой, раб умер. Кто-то сказал, что о том, что Иисус Навин был, наверное, с Моисей, с Моисей, закопал его. Возможно. Нет, невозможно, если Бог сказал. И Бог говорит ему. Моисей. Все. А, не знаю. Моисей уже нет. И вот после смерти, говорит, а вот теперь, переведи народ, как долго народ Израиля плакал о Моисеи? Ну, читайте. Ну, что ж вы так, это самое. 30 дней его оплакали, и потом Бог говорит, все, он умер. Не, ну, можно сказать, что он умер, переводи. А здесь нет, они оплакали. Когда закончились дни оплакивания, Бог говорит, а вот теперь он умер. Для вас он теперь мертвый. Нет пути назад. Нет пути назад. В... Не в Египет, не в пустыню. Страну, которую я дарую этому народу. Я дам вам все земли, куда ступит ваша нога. Так обещал Моисею. Интересно. А что он обещал Аврааму? Кто тоже был странник и пришелец в земле своей. Ходил же везде ногами своими. Почему именно он обещает Моше, куда ступит нога Израиля? Израиля. Но мы не видим это обещание в этом самом... Обращение к Моше. Где этот разговор состоялся? И он говорит тогда от пустыни и от Ливанских гор до Великие реки, Ефрата. И перечисляет. Никто не сможет тебе противостоять до самого конца твоих дней. Я был с Моисеем, и точно так же я буду с тобою. Я не оставлю тебя, не покину. Будь твердым и стойким. Ты сделаешь эту страну владением сынов Израилевых. Это обещание, которое вот... Исполнением с Иисусом Навином. Вы знаете, мы видим дальше, посылает Иисус Навин сагладатой. Не сразу он берет и переводит народ через Иордан. Он посылает Сагладатой. Они просмотрели опять всю землю. Они возвращаются через Ерихон, где фактически их уже обнаружили, что это не свои люди. И спасает их блудница. Как будто, знаете, вот... Ну, случайности. Случайности у Бога не бывает. В книге именно Иисус Навин открываются первые такие мессианские направления в сторону искупления. Начинается история такого мессианской эры, которую Бог начинает вести свой народ. То, что люди вышли из Египта, но они еще не вошли в обетованное, да? Вот в этой обетованной земле начинается исполнение мессианских обещаний, которые Бог давал. Очень удивительно. И фактически блудница, которая спасла этих двух Сагладатой, те пообещали ей безопасность. И она становится частью еврейского народа. На каком основании? Ну, еще всю свою семью по вере. Не Геюру. Не, момент такой интересный. Каким образом можно было стать евреем в то время? Ну, ведь там же как бы была часть закона Моисея. Павел и через закон. Что происходит там? Что происходит в этих 12 главах первых, которые мы читаем? Захват земли. Вопрос. Такой, как бы, чья земля? Кому она дается? Зачем она дается? Что дальше должно происходить? Все четко было понятно в пустыне. Поднялся дымок, начал двигаться, шатер собрали, пошли за ним. 40 лет. А тут входим в то, во что еще никто ничего не знает. Они знают по наслышке, они знают, что там обещано. И там нужно уже будет осваиваться. Там нужно будет не ходить, не бродить одной большой толпой, такой, как бы, 2 миллиона людей. Туда-сюда, туда-сюда, по пустыне. Вы представляете, сколько это много? Ну, может быть, их больше, я понимаю, что я просто, я так, лучше меньше, чем соврать. Лучше так вот, даже 2 миллиона людей, это очень большая... 2 Одессы, да. 2 Одессы, да. перемещаются с Киева в Одессу и обратно. Да, вот. И все пешком. Вот попробуйте вот себе понять эту часть. И вот предстоит им войти в землю и там устраивать лад, который до этого не было. Не было устройства, не было этого, вот, нового. У них не было виноградников, не было полей, не было рыболовов. Вы понимаете, да? То есть, новая жизнь, она немножко другая. И вот здесь сам вход в обитованную землю, он был для Иисуса Навина, его что, был неожиданным, таким вот после смерти. Все, входим. А куда? А что делать? А как делать? И вот куда ступнет ваша нога? Вот от севера до юга вот это все будет ваше. И поэтому мы понимаем, что Иисус Навин вспоминает свою юность и куда он ходил раньше. Где это было? Да, вот принесли тогда они очень много интересных вещей, да? Все хорошо было. Но здесь ахсаглодатые приходят опять с новостью о том, что фактически мы готовы. Мы готовы двигаться дальше. Шестая глава это такое вот начало Божьего проведения, Божьего откровения, исполнения, Бог говорит таким, обещания, которые Бог дает. Мы иногда не смотрим на книгу Иисуса Навина как исполнение обетования. Мы просто смотрим, они пришли туда и все. Но здесь исполнение пророческого обетования, которое Бог давал для Авраама. Сколько времени прошло? Сколько времени прошло? Пару месяцев. С Авраама до Иисуса Навина. Пару месяцев это было бы хорошо. Это точно как у нас в современном мире. Включил микроволновку, получил через минуту горячее блюдо готовое. Вот так вот. посчитали. слава Богу. И сказал Господь Иисусу, я даю в твои руки Ерехон и царя его и могущих воинов. Пусть все ваше войско шесть дней подряд обходит вокруг города. и они это сделали. Но перед этим, но перед этим, что происходило до этого? Встреча с вождем да. Так, что происходит там? Перестает идти ман как знамение чего? Обеспечение пустыни? Как новое. Сейчас я хочу одно место найти. Спасибо. 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 Подождите, еще не ели. Ничего, никого еще не ел. Спасибо. вот так, если. Как интересно этот самый момент, что когда они входят в Ерехон, сверхъестественно происходит, там написано, что и теперь покажу всему Израилю, что я Господь, что воды Иордана, они остановились. воды Иордана с того места, где они вошли, священники вошли в Иордан, поднялись до, написано там, до города Адам. Это примерно километров восемь расстояние откуда. Интересно также, что если вы сегодня будете в Израиле, то то место, где привычно сегодня люди принимают крещение, это недалеко от Генесарета. Буквально вода падает из Генесарета в Иордан, туда начинается Иордан, там паломников чаще всего крестят. Но место, где получил крещение водное погружение, где пошел Тфилу Ишуа, находится напротив Иерихона. Напротив Иерихона. там, в том месте, где переходил Иисус Навин Иордан. У Бога совпадений не бывает. Да, совпадений не бывает. Почему? Потому что если вы посмотрите, где Ишуа получил водопогружение от Иоханана, и написано в тот же сразу он был взят пустынью. Это как раз за Иерихоном, чуть выше это пустыня, которая Ишуа был испытан. почему-то не пошел, не мог идти от Генессарета. Тут же он был взят, пошел на искушение, пост на 40 дней. там же недалеко пещера Ильи, где он был питаем воронами, буквально на этих скалах, если так смотреть, за Иерихоном. Интересные места, очень интересные места. Везде не повернешься, все говорит о Писании, Библии. Но интересно другое. Когда это чудо произошло, и Иордан остановился, Бог говорил, я покажу чудо, силу мою, чтобы Израиль знал, что они будут идти с моей силой. Мало того, было очень большое количество мужчин, которые были готовы к войне. Все люди, или все цари, которые были по ту сторону Иордана, они были в шоке от того, что знали, что сейчас израильтяне придут. Представьте, конечно, посмотреть такую толпу, несколько миллионов людей пришли из пустыни. Это довольно впечатляющая штука. Но при всем этом, скажите, сколько человек были готовы к войне? И вот при всем этом происходит то, что по логике войны не подходит никакой логике. Иисус Навин обрезывает людей. Я не знаю, 40 тысяч или всех. Наверное, Всех на 40 тысяч тоже перешли в ту сторону. Обрезание было часть того, что, как бы сказать, знаком, что те люди вышли, не вышли из Египта. Они родились уже в пустыне. Они как бы пост сорокого дня. Они родились в пустыне. И здесь интересная здесь фраза. Сегодня я снял с вас египетский позор. Как интересно. То есть для них оказывалось не обрезание, как нечистота, позор Египта. Это как рабство. Это как то, что они непослушны были. И мы видим, что они провели Пасху. Справили Пасху на равнинах вблизи Рихона. Гилгал, это тоже недалеко оттуда, они перешли и стали станом. и вот на следующий день после Пасхи они ели пищу из плодов этой земли. Пресные лепешки, жареное зерно. С того дня, когда они стали есть пищу из плодов этой земли, Пасха стала частью ихнего отсчета нового в их жизни. они отметили Пасху. И что интересно, они исправляли Пасху до этого? 40 лет они не праздновали Пасху. Подождите, закон же был, закон же был о праздновании Пасхи. Но в этот момент мы видим что-то особое. Иисус Навин как пророческая книга открывает очень много таких параллелей к мессианству. Обрезание сердца в мессианском контексте мы говорим для церквей. Пасха, Песах, новая жизнь. И вот следующий момент здесь происходит во время Пасхи, что они пили, ели, новую пищу начали употреблять. Однажды близ Ерихона Иисус увидел перед собой человека с обнаженным мечом в руке. Что делал Иисус Навин возле Ерихона, близ Ерихона? Я, наверное, думаю, что если они были готовы к войне, значит, они искали выход, как взять первый этот город. Каким образом взять этот город. И здесь он увидел человека, и он в руке, которой обнаженный меч. Когда человек не готов к войне, меч его находится при нем. Здесь он находит человека, который безумный, ходит с мечом. Другими словами, он говорит, мне тебя бояться или ты наш? Мне убегать? С мечом ходишь? не, как нормально, вопрос, выходили, высматривали, как подкопать эрехон, что с ним делать, как его разрушить, как его уничтожить, а тут мужик какой-то ходит с мечом, и вы думаете, вроде его не было с нами, и первый вопрос, мне по-еврейски, мне бежать от тебя или ты наш? И дальше Иисус, подойдя к нему, ты наш или ты враг? Ну, по-русски нет, а на еврите, знаете, что он говорит? И ни то, ни другое. Мы не вашим, и не нашим. Вопрос совсем по-другому стоит. Ты за кого? Я вождь воинства Господнего, поэтому я здесь. один человек, один мужик с мечом и говорит, я вождь воинства небесного. не нормальный человек бы сказал, а где твое воинство? Представьте себе историю, если вы увидите такого человека здесь в Одессе либо в других местах, который бегает с каким-то другим прапором, да? Нет, нет, может с битой и будет говорить, я начальник правого сектора. Где твой сектор? Скажет, мой весь сектор получил желтую карточку. Ну реально, один мужик ходит и пугает, всех. Такое может быть? Конечно может быть. Но здесь вот момент, я хочу, чтобы вы понимали, очень удивительно, он говорит, Иисус простерся перед ним поавниц и спросил, что Господин мой скажет мне, рабу своему? очень интересно, правильно. сказал да, секундочку, секунду, с чего это место, которое возле Ерехона должно быть святым. Где евреи там всегда награжено. потому что будет твоим двоим и получается автоматически устроится священно новая и священность из этого. А когда Бог сказал Моисею где-то стопы его ступнут? Ну да. Он да, показал ему все, до конца что он видит. Да. Но здесь интересно, что Господин мой скажет мне, рабу своему. Потому что тот имеет меч. Если ты имеешь меч, у нас сразу Господин. Здесь понятно, здесь аналогия идет, или же откровение о Мессии, который пришел воевать мечом, брать свое. Другими словами, здесь еще не сказано о том, что все города иерихон иерихон оставь. Вот такой вот. Но он говорит, я пришел за своим, за то, что мое. Я пришел брать иерихон. Мы не видим этого человека больше в армии Иисуса Навина. Мы не видим его в взятии Гая и других мест. Но здесь интересно, что вот именно первое, то, что первое принадлежит Господу. И дальше Господь сказал Иисусу Навину, я отдаю в твои руки иерихон и его царя и могучих воинов, пусть все ваше войско шесть дней подряд обходит вокруг города по одному разу в день. Безумный план. Тут мужик бегал с мечом, понятно, что неизвестно, наш он или не наш, лучше сказать, спросить, спросил, понял, надо поклониться, поклонился, спросил, что делать? Он говорит, я отдаю тебе этот город, ходи вокруг него. Шесть дней, по одному разу в день. Послушайте, иногда это безумие, безумие, которое нам необходимо брать пророческим движением, да, вот такое вот, это пророческое действие о том, что будет происходить дальше. И что делать? Воевать, кричать, что делать? У нас мечи готовы, мы же обрезали всех наших воинов, мы как бы так, как ходить после страданий, после Пасхи, после всего, как бы, много маться ели, опрешников, да, как ходить? И вот безумный план, но безумный план идет в том, что именно не силой, да, человеческой, а Духом Божьим это совершалось. И говорит дальше, перед Ковчегом должны идти эти семь священников, каждый сроком в руках, на седьмой день обладить вокруг города семь раз, и пусть священники трубят в рог. если бы военные люди, а я понимаю, что Иисус с нами был военный человек, если он ходил еще раньше в молодость, как бы сказать, в разведочку, в разведку ходил, да, а слабые люди не ходят в разведку, как бы, он уже был, он понимал, что происходит, и вот здесь он обсматривал Ерехон, и тут план такой, не брать его штурмом, не брать его подкопом, не брать его на измор, да, как бы, это было, да, а взять, ходить, спокойно, тихо ходить. Не, такой, таких терминов еще не было, да, но здесь, вот, сам момент такой, иногда Божий, именно безумный план, которому мы подчиняемся, безусловно, пророческий план, именно делать невозможное возможным. И самое главное, вы знаете, кто из вас хотел бы бороться не за свое? вот ты борешься с кем-то за что-то, и ты оттуда ничего не можешь взять? момент здесь такой интересный, когда вам скажут, вот вы будете бороться за все, ну, как бы, и ничего не возьмете, ничего не будет вашим. это вот именно подход современный. доступ к холодильнику будет открыт, и вера, и они все равно забоевали, и их победа, это будет, это будет. было бы сейчас бы такая ситуация, да, сказали, давайте обойдем город Одессу семь раз. И заорем. И заорем. И кто подумает, что мы за люди? Я поспотребовался. Машины скорой помощи. Не, смотря, кто это сказал. Не, если вы скажете, мы подумаем. Если Олег скажет, то мы не будем думать, кто это сказал. что, я буду подумать. А? Да, город, город можно было обойти за один день. Маленький, Ерехон был маленький, до сих пор небольшой город, именно старый город, там, где примерно это было. Там немного людей было, но все равно при всем этом прогулке с собачкой. получается, как написано, что пойдите вокруг города все способные к войне. То есть, получается, это не меньше 40 тысяч человек. Ну, как из того, что мы читаем. Ага. Ага. 40 тысяч человек вокруг стен, это не реально много. 40 тысяч, это на самом деле, если город там не такой уж большой, то... Дивизия ходила, что-то нормально. Не, ну, мы просто с математикой не дружим иногда, понимаете, у нас как бы... Ну, потому что мы не можем представить, что-то такое. Ну, вот ты им зашел. Это нам надо где-то на вершине стоять, и сказать, Ну, раскопки Ерехона, говорят, что он был вдавненем. Самый фундамент даже. Ерехон, да, он ушел вниз. Но вопрос, я не знаю, что произошло там. Как бы, понятно, что было сверхъестественно, Бог делал свою работу, и мы видим, что семь раз, семь священников, семь раз надо было обойти... Кстати, священников-то было больше, чем только семь. Нет, написано, семь священников пусть несут семь букв и миленник перед Ковченом. Опять же, здесь, скорее всего, идет, когда у нас с семь... Сколько же, священников-то было... ну, что только... Шесть дней работы, седьмой что? Отдыхай. Ну, Бог говорит так, если с субботы до субботы ходили, то бы нормально было. Ну, да. В день субботный прошли, затрубили, и все рухнуло. Это... Шаббат же был реально. Конечно, вот здесь вопрос, есть шаббат, здесь вопрос полноты Божьей, как бы, такое число, как бы, Божьего, Божьей победы, Божьей, Божьего... Ну, написано вот, что «И отходите в город однажды в день, и это делали шесть дней». Ну, то есть, это не просто ходили, а седьмой день, и не уже конкретно, вот другие. Когда говорится седьмой день, имеется в виду седьмой день. Седьмой день, это именно посвящение было Богу, то есть, право гласить трубами. Именно на субботу победа была. Победа. Очень интересно, суббота, так победа наша. Исполнение пророчеств. Они не воевали. Они трубили. Они не воевали, они трубили и ходили вокруг. Грабили. Мне кажется, что просто если бы не было бы вовремя, то это не было бы... Есть еще, я буквально беру еще несколько минут, да? Есть большая разница между словом проклятой и заклятой. Очень просто. А? Потому что заклятый, это не проклятый. Заклятый это как бы отделённый. Отделённый? Да, отделённый. Разница между проклятым и заклятым. Это звучит по-русски как бы одинаково. Продолжение следует...